Всем привет! Досталась сегодня мне версия бета, которая должна выйти совсем скоро. Типа какое-то там обновление будет. Можно сейчас посмотреть, что уже сделано. Так, я нахожусь уже в меню выборе карт. Из карт у нас только добавилась какая-то левел деф, возможно это Павла какая-то карта. На ней он что-то проверяет. При выборе карт нам выбирает такое окно меню, где мы можем выбрать транспорт на данную карту. Данная карта у нас получается без очков. Ну как бы, карта баланса есть, что получается. Если вы выбираете больше там грузовиков, то у вас там просто достижения по-моему не работают. Как помню я, что из новостей это писалось. Ну вот как мы можем здесь посмотреть, что на карте, вот о чем у нас наводнение, 6 очков баланса. Если мы сейчас поменяем машины, ну получается Кирович возьмем, уже 4 очка баланса. И возьмем если, ну вот, Крас, там Зил, Урал. Если возьмем, а ну Зилата, то меньше всего по-моему. Не, у него вообще 1 очка баланса. Ну вот можно Урал с 3.20 взять, то уже видим, что звездочки загорелись красным цветом. Что уже превышен наш баланс. Так, ну вот выберем карту Level Def. Посмотрим. Ну вот, я сейчас добавлю те машины, которые я еще практически не видел. Это вот новая Suburban. Это фокус. Возможно фокус для версии, ой как для версии, для миссии. Вот Suburban и фокус, он возможно для миссии сделан. Вот, выберем Кирович и 131 Зил. Вот я вообще маленечко покатался. Так, посмотрел и все. Так, за качество звука извиняюсь. Сегодня я без монтажа буду делать так, что маленький обзор сделаю. Но игра, конечно, скажу, не оптимизирована. Лагает. Так, вот мы появились на Suburban. Ну вот звук сигнала у нас стандартный, как и на Зиле. Сейчас звук заводки посмотрю. Вот, кстати, вот такой же звук и на Зиле. Ой, на Зиле. На УАЗике. Вспомнил. Ну, как я маленечко покатался, слишком он что-то медленный. Ну вот набирает обороты неплохо, конечно. Кстати, он у нас... Наверное, он еще в стадии вообще в разработке, потому что у нас 0 литров, что не расходуется никак. Только у нас есть, что очки повреждения. Дамаг. Ну, тут текстурки, конечно, не еще. Вот тут еще ничего не сделано. Ну, или так, может, Павел для теста сделал. И все. Ну, такие текстурки не очень. Ну, вот так даже можно еще посмотреть, если размытость, все убрать. Ну, так моделика красиво смотрится. Сейчас мы возьмем фокус. Так, фокус. Это версия, получается, деф-версия, что вместе с этой консолькой идет. Ну, здесь переднеприводной фокус. Ну, не знаю, для чего Павел именно фокус сделал. Желательно бы делать для миссии УАЗик. Потому что если вот по такой грязи ездить... Ну, вот, получается, я остановился маленечко. Даю газу. Все, передний привод. Ну, и что, куда мы уже уедем? Никуда. Ну, кстати, обороты неплохо так набирает. Звук каждый меняется. Неа, на нем мы никуда не уедем. Посмотрим в следующий. ЗИУ-131. Ну, вот, ЗИУ-131 неплохо. Такая моделька качественная. Вот, мне не нравится только то, что вот гараж у нас, но я сейчас так включу. У нас из ЗИУ-131 только сделана запаска. Больше у нас своего от ЗИУ-131 ничего нет. У нас все дефолтовское, что и было ранее. Также у нас все работает. Рама и так далее. Ну, понятное дело, что для обновления это специально делают. О, кстати, дым поменялся. Все качественно делают. Следы, кстати, там поменяли. Я не на полной, не на максималке играю, так что это я вам показать не смогу. Ага, почему мы зацепить фокуса не можем, странно. Ну-ка. А, у него нету этих... Лебедки, точек лебедок. Ну вот, ЗИУ-131, конечно, мне не очень радует. Получается, я направо учился на ЗИУ-131. Так же, как и вот эта модель. Но, получается, он как-то слабо идет на повышенной передаче. Ох, ничего себе. Павел, скорее всего, сделал это для проверки подвески. Ну, ничего так. Ну, вот, как мы можем видеть, у нас следы маленечко по-другому начались накладываться. И, кстати, они у нас неправильно происходят. Ну, колеса, кстати, ничего так вылетят. Сейчас что-нибудь поставим. Ну, кстати, вот, когда мы ставим запаску, мы не можем поставить больше ничего. Но это, кстати, правильно, потому что у нас за рамки выходит уже кузовом и поставим. И сейчас попробуем загрузить его лесом. Вот, кстати, меню леса, выбора уже по-другому. Короткий, блин, а средний, длинный. А то ж не порт так. Ну, все равно. Это мало. Так, мукофары. Ну, сигнал, конечно, стандартный остался. Но вот эта карта, она так... Ну, что так выглядит, вот она. Все вам покажу. Скорее всего, для теста. О, какие-то локаторы. Сделаем. Ну-ка. А, это... Здесь у нас уже стоит зил. Или мы сюда просто телепортнулись? Телепортнулись. Здесь что? Сюда можем телепортнуться. Интересно. Так, сюда можем. Ну, ладно, сейчас вот здесь и поедем. Надеюсь, меня слышно хорошо, а то просто сейчас еще звук в игре такой громкий. Сейчас потише сделаю. Так, ну вот, как видите, мою графику еще. Сейчас мы, кстати, загрузимся на ходу. Оп-оп-оп-оп. А, тут сейчас глохнуть он стал. На других версиях деф не было такого. Ой-ой-ой, как он. Слишком перегруз, неважно смотрится. Ну, такого, что сильно уж изменяющей игру я ничего не заметил. Но я еще играю минут так 5. Ну, я уже много занимаюсь моддингом для спинтайрос. Уже многое увидел. Что есть, что нету. Это быстро можно заметить. Ну, вот модель Zewa 131 выполнена качественно. Так, ладно, покатались на зеле. Кировцы. Кировец, я так понимаю, он у нас больше как эвакуатор. Так же, как и МАЗ-7310. Так как, потому что у него есть грабер. Это задняя навеска, по-моему, называется. И просто защита, как бы, кабины. Больше у нас ничего такого нету. Кстати, вот набирает неплохо. Так, сейчас. Ну, вид от капота. Сейчас мы так зайдем, посмотрим в кабину. Кабина так, средние текстурки. Неплохо выглядит все равно. Хоть так, но цепь, кстати, как живая, смотрится. Так, ну-ка посмотрим, как он с грабер работает. Ну, у нас он на автоматом. На кнопках было бы тоже нечеток сделать это. Но он на повышенной не может тронуться никак. Так, мы сейчас сразу подъедем, заправимся. Это будет такой мини-обзор техники, которая скоро будет ожидать всех. Возможно, уже скоро и вы эту версию получите. Сейчас, как много сливов происходит. Так что, сейчас приватники моды вообще невыгодно делать. Только сделал, уже все слито. Вот, получается, даже на эту заезжать не надо. Как и присыпавал. Все, можно так, все, не плохо. Ничего себе. Получается. А, ясно. Вот так выглядит без размытия. Вот так. А, получается, вот это без размытия. А там было выключено размытие. Интересно, конечно. Ну, какой-то он слабенький, все равно. Но он, по сути, так и набирает обороты. Я уж точно-то не знаю. Уже давно в реале не видел. Сейчас попробуем. Вот, колеса тоже неплохо так вывезти. Сейчас посмотрим, как протектор от него отстает. Ну, вот, как-то он неправильно, протектор накладывается. Интересно, блин. Не знаю. Как по мне, хоть так уже нормально. А то вообще ничего нет уже полгода, наверное, где-то так. Сюда телепортимся. Ну, вот это, кстати, интересно сделано, что можно телепортироваться. Но это, возможно, только на этой карте это так сделано. Не знаю. Сейчас просто от себя можем даже добавить какую-то технику. Так, а значит, маленечко. Так, ну вот у нас здесь мы сейчас телепортируемся вот сюда. Так, ага, мы переключились. Так, 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 фокус. Сейчас попробуем телепортнуться. Если хотите, чтобы дальше что-то я вам показывал в этом обновлении, возможно, я говорю, скоро выйдет, что... О, кстати, у нас колесо как сломано, смотрится. Восьмерка такой, тут, кстати, по-разбитой. Ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. По лайкам я уже пойму, продолжать мне что-то снимать дальше или нет. Звук, конечно, я уже исправлю. Сейчас это просто так. Первое такое показательное, быстрое. А потом я все с монтажом. Звук будет намного чистее. Можно будет посмотреть в предыдущих моих роликах. Ну, кстати, его на ветках и повис. Вот, понижено. А, странно, почему-то... А, ну тут дефлока типа нету из-за этого. Ну, кстати, оно подключается. Ну-ка, в районе. Ну-да, на такой машине каких преступников ловить? Она сядет везде, она зацепилась за ветку. И все. Ну, интересно, интересно. Все равно, хоть так, уже что-то есть. Сейчас на какую-нибудь другую карту зайдем. Ну, как можно видеть, 22.07. Steam у нас отключен. Эта версия от Steam отключена. Ну, вот, получается, версия побережья карты. Получается, мы можем поменять машину. У нас изначально 469-й УАЗик и 130-й ЗИЛ. Мы можем заменить на какую-то другую технику. Ну, чтоб не превышало. Ну, вот, мы можем сейчас заменить на КАМАЗ. У нас уже сразу будет 2 очка занято. Конечно, тоже, блин. Сделано. Ну, конечно, вот так хоть что-то. Намного лучше. Вот тут, кстати, ничего себе. Балансов очков сделано. Можем сразу добавить, заменяет, кстати. Ну, вот, можем видеть, что он будет заменять. КАМАЗ-700. Но это интересно сейчас, кстати, как сделано. А то мы постоянно прописывали, что в XML, что называли этот XML, чтобы заменить там все. Это, конечно, неудобно тоже. Так, что мы еще? Новый у нас Ура еще, кстати. Какой-то там добавил. Вот этот, наверное. Вот, кстати, он мне реально, скажу. Честно, не понравился. У него есть много того, что он отличается от реальности. Получается, передний бампер там слишком длинный. Еще помелчим. Кстати, колесики неплохо смотрятся. Переключимся. Техники у нас изначально мало. Ну, кстати, да, колеса неплохо так. Вообще супер. Это, кстати, как у Антюхина, по-моему, я видел. Ну, что у нас тут, как всегда, все на стандарте. Больше у нас ничего такого нет. Кстати, по-моему, подредактировали или нет. Смотрим, мальчик. По-другому. Трактор. Поставим, не поставим. Чем у нас? Треллер. Поехали. Ну, кстати, звук. Наверное, весь сейчас звук от Антонов Смирнова. Качественный звук. Ну, конечно, либо у меня с кнопками что-то проблемное, либо вон так обороты долго набирает. Ну, это все работает. Звук, конечно, сигнала не радует. Что у нас? Ох. Камера, как переключается с затемнением экрана. Вот так вот все. Это так же карта равнина, по-моему, уже давно не играл ни на каких картах, ни с друзьями. Просто сижу, делаю либо заказы, либо какие-то просто моды в общак. Ну, кстати, металл как бы отсвечивает, что карта спецкулярмап, нормалмап. Вот, все это неплохо выглядит. Ну, да, он все равно как бы медленный. Ну, вот, повышенные передачи, кстати, Павел бы вот с ними поработал бы. Было бы вообще супер. Но, кстати, вот на эту карту никуда мы не можем телепортироваться. Ну, на этом, ребята, я закончу. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше буду снимать, посмотрю еще, что, как там, что вам показать. Ну, возможно, вы уже эту версию тоже скоро получите. Так как, наверное, ее все-таки могут слить. Потому что еще ждать ее официального релиза, мне кажется, очень долго. Потому что здесь, если я сейчас переведу язык на русский, как мы можем видеть, у нас тут не достаёт русского языка, получается. Тут также не переведены некоторые части. Вот здесь и тут должно все переведено быть. Вот сейчас включу английский, вот как мы можем видеть. Так что, не знаю, когда эта версия выйдет. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.